Сегодня на Украине Арсений Ясенюк сообщил, что Украина наполовину необходимого газа будет покупать у Евросоюза. Кроме того, он призвал кредиторов страны пересмотреть долги Киева и неожиданно признался выплачивать свои обязательства за счет сокращения пенсии и зарплат Украина больше не может, цитата, «забирать уже нечего». Алексей Платонов подробнее. Народные депутаты Украины сегодня пребывали в приподнятом настроении, как-никак юбилей. Спикер Владимир Гройсман напомнил, 15 мая 1990 года очередное заседание Верховного Совета Украинской ССР стало первым заседанием Верховной Рады. Случайно или нет, в зале сегодня почти в полном составе оказался кабинет министров. В повестку был поставлен правительственный час. Тон ему задал еще за минуту до начала заседания, привычно блокировавший трибуну лидер радикалов Олег Лешко. Немедленно разорвать газовый контракт с Россией, немедленно списать внешние долги, а сэкономленные деньги направить в экономику, на создание рабочих мест, на ВПК, на армию. Два чрезвычайно профессиональных вопроса от уважаемого Олега Валерьевича Лешко, который демонстрирует государственную позицию не только в своих вопросах, но и в делах радикальной партии. Не ожидавший такого начала, Лешко расплылся в довольной улыбке, но последующий ответ премьера его явно не удовлетворил. Мы не можем выплачивать эти кредиты посредством сокращения пенсии и зарплат. Уже нечего забирать. Это заявление Юценюка можно было бы назвать оговоркой, если бы он не отражал всю суть происходящего в стране. Обсуждать его наверняка теперь будут долго, ведь за стенами Рады люди видят это каждый день. Приходим в магазин и падаем в обморок. Ходим как на экскурсию. Если тарифы честные, так пожалуйста, покажите людям, как они формируются, ведь эта информация полностью закрыта от общества. С апреля расценки на коммунальные услуги на Украине выросли в среднем в 3,5 раза, и это не предел. От населения и не скрывают, все средства идут на обслуживание внешних кредитов. Сегодня в Раде Яценюк заявил, все долги наделал Янукович. О том, сколько миллиардов выпросила на Западе новая власть, при этом умолчал. Но безвозмездно давать деньги Киеву готовы, пожалуй, лишь на войну. Комитет Конгресса США по делам вооруженных сил утвердил проект оборонного бюджета на будущий год. Киеву в нем обещано 200 миллионов долларов. Председатель комитета Джон Маккейн назвал проект реформаторским. При этом, видимо, посчитав свою миссию, на данном этапе выполненной, официально отказался войти в созданный президентом Порошенко Международный совет реформ. Комитет возглавил Михаил Саакашвили. Отставному грузинскому политику наконец-то нашли теплое место. Иностранцев украинской власти сейчас немало. Им дан карт-бланш в принятии решений и гарантированной неприкосновенность от СМИ. Вопрос, надолго ли? Политическая обстановка в стране меняется очень быстро. И вот уже под огнем критики один из, казалось бы, столпов властной вертикали, министр внутренних дел Арсен Аваков. Целая группа депутатов Верховной Рады требует его отставки. Во в числе и представителей пропрезидентского блока Порошенко. Аваков уже год твердит о реформе милиции. Но из разных концов страны то и дело приходит сообщение о бесчинствах сотрудников ведомства. В Харькове милиционеры избили простых горожан. Отговорки, так было при Януковиче, уже никого не удовлетворяют. Советник министра пытается оправдаться. Я сам смотря эти кадры, шокирован тем, насколько бывают бездушными работники милиции. Эти рядовые люди, которые признаны защищать правопорядок. Именно для этого и проводится сейчас реформа патрульно-постовой службы с увольнением всех тех, кто уже успел поработать в милиции. Но еще раньше сотрудники Авакова успели, по сути, разгромить редакцию одесского интернет-портала «Таймер». После обысков руководство издания и большинство журналистов побывали на допросах. И в настоящее время не имеют возможности писать. Сайт «Таймера», который публиковал материалы о событиях в Одессе 2 мая 2014 года и других громких происшествиях, сейчас не работает. Более 50 сотрудников ведущих украинских изданий подписали обращение в СБУ и Генеральную прокуратуру с требованием разъяснений. Но они вряд ли будут получены, по крайней мере, быстро. Адресаты сейчас заняты более важными вещами. Например, расследование многочисленных фактов взяточничества в военкоматах. Брать деньги за возможность избежать мобилизации не брезгуют даже военкомы. Алексей Платонов, ТВ-центр. В Симферополе суд приговорил участников февральских беспорядков на Киевском Майдане Александра Костенко к четырем годам колонии общего режима. По итогам слушаний его признали виновным в избиении сотрудника подразделения «Беркут» и незаконном хранении оружия. Защита подсудимого уже заявила о намерении обжаловать приговор. Сам Костенко не отрицает свое участие в киевских погромах, однако не признает вины в преступлениях. Ранее на одном из заседаний свидетель, личность которого засекречена, заявил, что Костенко руководил так называемой комнатой гестапо на Майдане. В этом помещении издевались над сотрудниками милиции и изготавливали оружие для массовых акций во время госпереворота. Судебный процесс по этому делу продолжался почти месяц. Прокурор Крыма Наталья Поклонская пообещала новые громкие судебные процессы над активистами Майдана, которые посягнули на жизнь сотрудников крымского «Беркута» в Киеве в феврале прошлого года. В рамках расследования этого уголовного дела, я думаю, что я уверена в том, что будут выявлены и будут расследованы, и будет дана соответствующая процессуальная оценка тем событиям и эпизодам преступной деятельности, которые даже в этом судебном заседании еще не озвучивались, в том числе абсолютно по всем фактам, которые будут установлены следствием. Франция предлагает расторгнуть контракт на поставку Мистрали. Источник газеты «Коммерсант» утверждает, Париж уже направил в Москву соответствующий проект. По данным издания, Франция готова вернуть 785 миллионов евро, и то лишь в случае, если получит письменное разрешение на перепродажу вертолет-моносцев. Но Россию предложение категорически не устраивает. Она рассчитывает получить не только деньги, которые перечислила по контракту, но и почти 300 миллионов евро, потраченные на обучение экипажа, оборудование базовое в Владивостоке и создание под Мистрали вертолетов. Не получит Франция согласии на реэкспорт. А для Парижа вопрос дальнейшей судьбы уже построенных вертолет-моносцев ключевой. Содержать Мистрали дорого. Чтобы переоборудовать их для использования французскими ВМС, нужно сотни миллионов евро. Продать корабли партнерам по НАТО не получится, они не соответствуют стандартам альянса. Париж уже не исключает, что Мистрали в итоге просто утопят. Депутаты Госдумы сегодня обсуждают законопроект о специальных налоговых режимах для субъектов федерации. Инициатива направлена на развитие малого и среднего бизнеса за счет снижения финансовых и административных издержек. Руководители регионов получат право самостоятельно устанавливать льготные налоговые режимы, а также снижать ставку доходов с 6 до 1% в зависимости от категории и вида предпринимательской деятельности. Между тем, на заседании рассматривают законопроект о расширении материнского капитала. Благодаря ему россияне смогут направлять средства на погашение кредитов на строительство или приобретение жилья, которые раньше можно было использовать лишь для первоначального взноса. Эта идея направлена на поддержку наших семей, наших родителей, наших мам. Тем более, что сейчас, когда мы наблюдаем снижение темпов роста ипотечного кредитования, ну и у некоторых семей в связи с экономическими трудностями возникли определенные проблемы, то вот эта возможность позволяет эти проблемы решать. Это не материнский капитал, а для семьи. Мы поддержим любые дополнительные права, чтобы эти деньги могли пойти быстрее на улучшение жизни. Владимир Путин провел сегодня очередное совещание по вопросам развития вооруженных сил России. Встреча прошла в Сочи и стала уже третьей по счету. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещание носило закрытый характер. Ранее глава государства уже обсудил выполнение гособоронзаказа, оснащение подразделений воздушно-космической обороны и стратегических ядерных сил, а также развитие сухопутных войск, перевооружение армии и флота и многое другое. В субботу, добавил Песков, Владимир Путин планирует подвести итоги встреч. И к другим темам. Подготовку к празднованию Дня исторического и культурного наследия Москвы обсудили сегодня на оперативном совещании столичного правительства. Мероприятие провел Сергей Собянин. В заседании мэр начал с поздравления сотрудников московского метрополитена, которому исполняется 80 лет. Я всей души поздравляю 50-тысячный коллектив московского метро, всех москвичей. Московский метрополитен перевозит больше 8 миллионов пассажиров ежедневно. Это один из самых интенсивных, скоростных, надежных, качественных метрополитенов мира. По оформлению станции он вообще не имеет аналогов в мире. Торжества по случаю поздравления юбилея столичного метрополитена начались сегодня ранним утром. Движение на кольцевой ветке открылось парадом поездов в течение двух дней. Там будут курсировать, помимо традиционных русичей, самые разные модели. Яуза, номерной, ёши, ретро-поезд, в котором воссоздан интерьер первых вагонов метро. В честь юбилея названия станции метро зазвучали голосами политиков, известных певцов, актеров и телеведущих. Запланировано еще много праздничных мероприятий, выставки, фестиваль, конкурсы. В 1935 году столичная подземка начала свою работу с 13 станций, сегодня их 196. В ближайшие годы протяженность линии увеличится в полтора раза. Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении государственной гарантии Уралвагонзаводу. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором предприятия Олегом Сиенко. В начале разговора премьер-министра поздравил коллектив корпорации с успешной демонстрацией военной техники на параде 9 мая в Москве. Медведев отметил, что Уралвагонзаводу удается сохранить стабильность в нынешних условиях. Но необходимо учитывать, что на производство оказывают влияние прямые рыночные факторы. Я дам поручение и Минпром, и руководству правительства рассмотреть вопрос о предоставлении вашему предприятию, вашей корпорации государственных гарантий в тех объемах, которые вы заявляли, для того, чтобы исполнять существующие контракты. Включая, прежде всего, договоры, которые связаны с производством гражданской продукции, производством вагонов. А это в значительной мере должно отразиться и на самочувствии коллектива. Бизнесмен Сергей Полонский задержан в Камбодже вместе с находившимися с ним адвокатами. Эту информацию подтвердили в окружении предпринимателя. Бывший адвокат Полонского Александр Добровинский написал в социальной сети о том, что Полонский арестован на своем острове. Неизвестно, связано ли это задержание с требованием о выдаче, которое российские правоохранители направляли ранее камбоджийским коллегам, или же это инициатива местных властей, у которых также есть претензии к бизнесмену. Ранее МВД России объявила Сергея Полонского в розыск по линии Интерпола. В Москве он является фигурантом нескольких уголовных дел о хищении средств дольщиков крупных строительных объектов. Власти Камбоджи пока не удовлетворили запрос об экстрадиции Полонского. Во Владивостоке правоохранители проверяют информацию о наркотической жвачке, которую неизвестно распространяют среди школьников. В заявлении в госнаркоконтроле обратились родители учеников. Из анонимных смс-сообщений они узнали, что около здания школы их детям бесплатно раздают сомнительные дрожжи с содержанием психотропных веществ, к которым организм привыкает с первого раза. Геннадий Картелев разбирался. Боюсь. Ну, естественно, я ребенка отправляю, и через каждый уроки закончились, отзваниваемся. Татьяна Утос теперь с тревогой отправляет дочь в школу. Недавно она была шокирована, когда получила на телефон сообщение. Якобы ученикам младших классов Владивостока прямо на территории школ раздают наркотик, замаскированный под дрожжи. Такие же смс пришли и многим другим родителям. Самые страшные опасения Татьяны подтвердились. Ребятишки сказали, что да, подходили, что-то давали. Может быть же не жвачка, может быть что-то другое. То, что, к сожалению, наши ребятишки, они являются в зоне повышенного опасности, потому что мы как минимум их не держим за руку и не контролируем. Родители второклассников забили тревогу. Вместе они составили коллективное обращение с подписями и направили его в Краевое управление наркоконтроля, чтобы специалисты тщательно проверили все факты. В заявлении было сказано, что ранее в 58-й школе Владивостока уже отмечались случаи массового отравления детей запрещенными веществами. Однако директор Лариса Голобородько этот факт опровергла. В должности директора 10 лет я уже работаю. Таких случаев никогда не было. Это скрыть невозможно, потому что состояние ребенка, оно было бы и на уроке выявлено как-то. Эта история могла остаться в стенах школы, но фотографии с обращением родителей просочились в социальные сети. И новость о подозрительной жвачке взбудоражила весь город подобного. И такого изощренного способа распространить наркотики во Владивостоке еще не было. По рассказам второклассников, неизвестные подошли к ним после уроков и прямо на территории школы стали раздавать бесплатную жвачку под видом промо-акции. Щедрые люди приходили сюда и в последующие дни. Только получить такую же пачку снова ребенок мог только заплатить 500 рублей или же предложив попробовать угощение другу. Несколько дней специалисты госнаркоконтроля проводили тщательное расследование. Опрашивали родителей, общались с детьми, просматривали записи камер видеонаблюдения по периметру школы. Им удалось найти ту самую жвачку у одного из учеников младших классов. Нами был получен образец ее и проведено химико-токсикологическое исследование. По результатам запрещенных веществ в данном образце не обнаружено. Производители наркотиков идут дальше, синтезируют все новые вещества, которые не успевают выявить и включить в список запрещенных. Несмотря на это, они могут быть опасными для здоровья. Родители владивостокских учеников, которые подняли шум, как раз и боялись, что в жвачке окажется неизвестный наркотик. Ведь подобные случаи уже были зафиксированы специалистами в Казани и Якутии, где школьникам предлагали китайскую жвачку. Позже эксперты обнаружили в их составе психотропные вещества. Во Владивостоке проверки продолжаются, а следственные органы хотят выяснить, кто и зачем предлагал детям на территории школы жвачку, пусть в этот раз и обычную. Геннадий Картелев, Роман Статнов, Дальневосточное бюро ТВ-центра, Владивосток.